Харьковчане пьют воду, которая может быть смертельно опасна для детей, что известно. В источниках харьковской воды, было обнаружено превышенное содержание нитратов. Исследователи заявили, что она непригодна для употребления, особенно детьми. Такая вода, может привести к недостатку кислорода в организме, и в результате к смерти. Об этом сообщается на сайте, Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней. Почему вода в Харькове стала опасной? В прошлом году в Харькове и области взяли, более 1400 проб воды, 60% из которых не соответствовали требованиям. А пробы из колодцев и источников не соответствовали нормам, в 54% случаев. Результаты исследований свидетельствуют, что колодцы и природные источники не могут рассматриваться как источники, более качественной и безопасной воды, чем водопроводные. Подземные водоносные горизонты не защищены от поверхностных загрязнений, биологического и химического происхождения, говорится в сообщении Центра контроля. В воде Харьковского региона, обнаружено высокое содержание нитратов в воде, шахтных и трубчатых колодцев. 43,3% исследованных проб колодезной воды содержание нитратов превышало, предельно допустимую концентрацию, в 1,1-6,7 раза. Высокие концентрации нитратов, обнаружены в колодцах на территориях Богодуховского, Красноградского и Харьковского районов. Какие источники проверили в Харькове? В Харькове исследовано 46 проб воды, из 12 каптажей природных источников. Саржин Яр. Манжесов Яр. Поселок Олежки. Парк Юность. Парки Петренки 1, Петренки 2, Петренки 3. Улица Минераловодская, 1. Улица В. Зубенко, 25. Улица Бучмы, 2 каптажа. Алексеевская Балка. В 2022 году, в воде этих источников, регистрировались отклонения от гигиенических нормативов по микробиологическим показателям. Чем нитраты опасны? Эти вещества никак не влияют на вкус, цвет и другие свойства воды. Это значит, что человек не сможет определить их наличие. Кроме того от нитратов невозможно избавиться, кипячением или очисткой с помощью бытовых фильтров. Именно поэтому воду из колодцев, и природных источников ни в коем случае, нельзя использовать для вскармливания младенцев, приготовления пищи и удовлетворения потребностей детей, в возрасте до 3 лет. Даже если нитраты в воде в пределах допустимых норм, они все равно опасны для малолетних детей, из-за особенностей функционирования их организма. Если зараженная вода попадет в маленький организм, он будет страдать от недостатка кислорода даже при отсутствии видимых клинических симптомов. Специалисты советуют родителям использовать специальную фасованную воду для детей и младенцев. Ранее мы рассказывали об опасных морепродуктах, завезенных в Украину. Читайте также, какой импортный сыр, может спровоцировать выкидыш у беременных.